Когда мы приходим в цветочный магазин, трудно удержаться от покупки. Здесь столько много разных цветов, красивых, хочется того и того. А вот как донести цветок зимой до дома, чтобы он остался живой? Цветок нужно хорошо упаковать, чтобы он перенес вот эту вот холодную температуру воздуха на улице. Даже если вы планируете сделать несколько метров из магазина до машины, для него это может быть губительным. Самый лучший упаковочный материал для цветка это бумага. Если вы идете целенаправленно в магазин покупать цветок, запаситесь заранее, потому что не в каждом цветочном отделе может найтись бумага. А можно и найти в магазине вот такую упаковочную бумагу. Подойдут и газеты. Очень аккуратно в несколько слоев заворачиваем наше растение. Подворачиваем внизу, чтобы оно не упало. И также заворачиваем вверх. Вот здесь растение маленькое, поэтому обрывать не нужно. Вот эти вот дополнительные слои бумаги, они послужат также утеплителем. Между слоями бумаги сохранится теплый воздух, и он также послужит самым лучшим утеплителем. Вот таким образом цветок можно донести до общественного транспорта и до дома. Дома приходим, вот сразу же не распаковываем растение. Оно все-таки охладилось, ему нужно адаптироваться к температуре в комнате. Мы его поставим. Оно пусть вот так час постоит, а уже после этого мы начинаем распаковывать и сразу на подоконник растение не ставим. Оно немножечко пусть постоит, привыкнет к температуре окружающей среды, а тогда его можно помещать на подоконник. Если листики чувствуете прямо хоть чуть-чуть, так вот прихваченные, подмерзли, можно опрыснуть слегка теплой водой, ну водой комнатной температуры. Сразу же вот к общим цветам, которые у вас есть, вновь купленный цветок не стоит помещать. Нужно все-таки где-то неделю-две поместить его отдельно на карантин, посмотреть, нет ли на нем нежелательных насекомых или болезней. И вот тогда уже после карантина можно спокойно ставить цветок. К остальным на вашем подоконнике появится новый житель.